В проекте «Кухня ЖКХ» продолжаем задавать самые горячие вопросы генеральному директору управляющей компании «Актив Комфорт» Павлу Валентиновичу Еропкину. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Валентинович, как все-таки выгоднее счетчиком или без? Вы про счетчик имеете в виду общий домовой или индивидуальный? Ну, я расскажу и про то, и про другое, конечно. Начнем сначала с индивидуальных приборов учетов. Вообще, конечно же, индивидуальные приборы учета должны стоять однозначно на все. На холодную, на горячую воду, на электроэнергию. В конечном итоге должны стоять они и на тепло, на приборах отопления. Пока этого не везде сделано, и практически на нашем уровне этого нет. Если бы это было, то было бы вообще людям все понятно, за что они тратят, какие деньги они тратят, какой коммунальный ресурс они потребовали. Поэтому индивидуальные приборы учета должны стоять однозначно в каждой квартире. И передаваться показания должны, в принципе, согласно закону, до 25 числа. Там 25 число, есть промежутчик, который указан в 354-х постановлений правительства Российской Федерации. И эти показания нужно передавать в эти сроки. Дабы избежать в последующем, если не передаем вовремя или не передаем вот этот срок, то там месяца через два, через три может набежать определенную сумму, когда или определенные действия со стороны коммунальщика, который выставит вам платежку уже по нормативу, которая, естественно, намного будет больше, чем то, что вы там реально потребили в данный период. Поэтому индивидуально приборы учета должны стоять. С другой стороны, даже если он не будет установлен у вас, или он вышел из строя, и вы не отследили период его поверки, потому что есть еще и сроки поверки на холодную, горячую воду, в зависимости от прибора, какой он есть, от 4 до 5 лет, по электроэлектросчетчику сейчас они уже, как говорится, более продвинуты, они там и 9 и более лет, срок эксплуатации их. Значит, помимо всего прочего, вам еще, вы получите еще повышающий коэффициент, полтора как минимум, да, то есть если у вас счетчик вышел из строя, или он у вас не установлен, вы будете платить норматив, умноженный на повышающий коэффициент и так далее, и так далее. Это опять тоже никак не выгодно. Благо, что, конечно, сейчас обязанность установки счетчиков остается за коммунальным ресурсом. Коммунальщики сами должны установить, и идет эта автоматизированная система коммерческого учета всех ресурсов. К этому подводится в нашей стране действия определенные, да. Но это давно уже во всех развитых странах сделано, когда показания не из жителей передают, а считывается у них автоматически ресурсник, он видит полностью, что потребил житель в своей квартире, да, то есть какой ресурс потребил. И не надо там, если отслеживать за счетчиками, за этими, ну вот с 1 июля закон принят, сейчас энергетики должны этим вопросом заниматься, устанавливать сами счетчики за свой счет и сами же снимать, вводить эту систему постепенно, да. Будем отслеживать, будем об этом говорить в следующих как-то передачах. Что касается общий домового прибора учета, конечно, общий домовый прибор учета обязан, опять же, стать согласно закона. Это 261 закон, который еще там с 11-го года пытаемся выполнять. Сейчас, конечно, уже идет как бы прямо жесткое требование обязательной установки его. Но опять же, с общий домовым прибором учета говорить о том, что вот общий домовый прибор учета поставили, мы вот сейчас будем понимать, что мы это экономим или не экономим. Вот здесь вот каждый раз у жителей всегда возникают эти вопросы. Понимаете, дом, дом ураузен. Состояние дома и коммуникации разное. С худыми фасадами, открытыми окнами, так иначе будет уходить тепло, грубо говоря, да, на тепло. Значит, все квартиры в основном уже реконструировали. Если дома построены там в 60-х, 50-х, в 70-х годах, дома, да, то есть жители, конечно, многие поменяли у себя все. Имеют стоить батареи, кто какую батарею поставил. Даже трубы разные. У кого-то один диаметр, у кого-то другой диаметр. Запорная арматура разная. То есть это все тоже несет определенное изменение в нагрузке по этому употреблению. И говорить о том, что вот почему так много у нас нагорает, там и получается, это нужно смотреть в комплексе. Конечно, нужно делать полностью энергоаудит и понимать. Где-то там течет какой-то ресурс, просто так он тоже будет уходить, да. То есть это там горячая вода может утекать, подсачиваться где-то там в подвале, да. В холодной воде это тоже или там тут подтекает она после прибора учета уже общедомового. Или же какой-то собственник оставил изломанный унитаз, и он у него там стекает и тоже бежит. А может, он потом не заплатил за это дело, за него заплатили все остальные, к примеру. То есть там очень много нюансов. Надо смотреть по общедомовому прибору вкупе с всеми параметрами техническими и состоянием дома, и состоянием коммуникации, и состоянием оборудования теплового пункта. Конечно бы, если бы стоял индивидуальный пункт управления, индивидуальный тепловой пункт, где стоит погодозависимая автоматика, где есть автоматическое отключение подачи теплоносителя, если погодные условия сменились. То есть это тоже очень здорово влияет на расход того или иного ресурса. Но это очень тоже недешево. Это, во-первых, и разработка проекта, утверждение так иначе его согласования. С ресурсно-набжающей организацией это тоже стоит денег. Деньги немалые. Проект, пускай, будем говорить, не так уж и дорог. Он там 30-40, где-то так в этом интервале. Ну а погодозависимая автоматика или устройство нового теплового пункта своего на доме, это немалые деньги. Они там начинают от 200, от 180, 200 тысяч, и могут до 500, до 600, в зависимости от того, что за дом и какие там отношения. Опять же, каждый раз нужно индивидуально к этому вопросу подходить. По традиции в конце программы «Кухня ЖКХ» звучит рецепт от нашего эксперта. Ну, рецепт, раз мы уже сегодня говорим про прибор учета, мы говорим про коммунальный ресурс его потребления, конечно же, нужно за собой все здесь закрывать, выключать, вплоть до того, что не поленится пройти и выключить свет на речной площадке. Когда вы спускаетесь, если он у вас не работает автоматически, то не поленитесь нажать на выключатель и оставить его выключенным, чтобы лампочка не горела. Закрыть воду, отремонтировать, в конце концов, сливной бачок, чтобы он не потекал, чтобы не летали эти литры, киловатты просто-напросто в ведро или на воздух. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892.